Всем доброго дня! Вы на моём канале Наталья Осецкая, канал о вязании и обо всём, что связано с вязанием. Сегодня я хочу рассказать вот об этой пряже, об этой коробочке, а это связано с тем, что я начинаю снимать видеоотчёт по совместному проекту, который организовала Галина. Канал её называется «Вязание на перемене». А совместный проект – это «Носочный календарь 2024». Мы вяжем по заданию носочки. Задание Галина даёт в последний день месяца на следующий месяц. И следующий месяц мы вяжем по заданию. Итак, 31 декабря мы получили от Галины задание «Морозные узоры». Я очень серьёзно задумалась. «Морозные узоры», как их изображать на носочках. Но представляете, предновогоднее настроение, предновогодняя вот эта вот суета вся. И тут морозные узоры. Но, естественно, я немножко подумала, даже не стала ничего смотреть, нигде искать, потому что было не до этого. И вообще вот у меня так получилось в этот раз, что за это время праздничное, которое было у нас свободно, у меня был свободен всего-навсего один день. И то, по-моему, даже не полностью. Ну вот я была занята просто вот под завязку всё время. Поэтому я не вязала особо носочки. Но теперь у меня так более-менее всё стаканилось. Моё свободное время, мой свободный час вернулся ко мне. И я надеюсь носочки довязать до конца месяца. Потому что, ну, по условиям проекта, одни носочки вместе должны быть обязательно связаны. Вот. И что хочу сказать. Я приготовила, я пересмотрела всю пряжу, как подойдёт, что я из неё буду вязать, как я из неё буду вязать. И решила, что я возьму вот эти два артикла. Это Накабоха, насочная пряжа. И это Карелия Астра. Накабоха – это турецкая пряжа. А Накабоха, извините, а Карелия Астра – это китайская пряжа. Ну и чем она отличается? Это такая же насочная пряжа, только здесь 400 метров. Посмотрите, насколько здесь Накабоха акрил есть, а в Карелии Астра – нейлон. И насколько ниточка тоньше, чем у Накабоха. Производитель рекомендует вязать спицами 2,5. Это, так, где-то я это видела. А, вот здесь вот. Да, вот спицы 2,5. Цвет, тот цвет, который я выбрала, это 10,04. И рекомендация стирать, стирка ручная. Отжимать нельзя, химчистка нельзя. Но из такой пряжи Карелия Астра я уже вязала на другой номер, другой цвет. Вязала носочки, дочери, дочь стирать в стиральной машине. Всё замечательно происходит. Ничего не сваливается, ничего не садится. Ну, производитель ставит такие условия, поэтому я их озвучила. Почему я взяла вот эту пряжу, какой морозный узор я в нём увидела, я скажу в следующем включении. Я пойду повяжу немножечко носочки, и когда я включу второй раз, я покажу картинку и расскажу, почему я взяла именно эту пряжу. Ну, я пошла вязать, и буквально через мгновение я к вам вернусь и всё расскажу. Вот и прилетела секундочка, и моё второе подключение. Я с пряжей и с половинками носков. Вяжу сразу два носка. Я говорила уже о том, что это спица два с половиной. Вяжу способы Magic Club. Вот так у меня отвязаны носочки. Один носок я надела на блокатор. Я прошу прощения за такой не совсем приличный вид блокатора, но дело в том, что у них, у них блокаторов, вот эти вот края, они, да, очень цепляют пряжу. Я что только не пыталась сделать. Всё равно цепляют, но невозможно. И мне посоветовали обтянуть плёнкой. Я обтянула плёнкой и взяла... Во-первых, плёнка держится ужасно, и я вырезала здесь вот эти окошечки для того, чтобы быстрее высыхали носки. Но вот надо что-то менять как-то по-другому. Убирать вот эти вот царапающие места носки. И пока я ничего другого не придумала. Честно говоря, ничего не придумываю. Вообще сейчас очень туго со временем. Но давайте про носки. Вначале хочу сказать, почему я взяла эту пряжу. Тема нашего... Вернее, задание было на этот месяц – морозные узоры. Я когда перебирала свою пряжу, вот эта пряжа, мне представились морозные узоры Байкала, озера Байкала в феврале. Я вставлю несколько фотографий, посмотрите, как они похожи. Вот эта пряжа, она очень подходит под именно февральский Байкал. Вот, ну, необыкновенная красота. Я очень хочу поехать на Байкал, у меня просто вот мечта. Второй год я хочу поехать на Байкал, и поездка срывается. В прошлом году заболел человек, с которым... Ну, из нашей компании, в которой мы ездим. А в этом году у меня не получается. Поэтому мы отложили поездку. Если всё сложится нормально, то в феврале, на будущий год, мы поедем на Байкал. Планируем поехать на Байкал, а там будет видно, как получится. Итак, у меня отвязан погалёнок, и я связала пяточку стронг, и вывязала уже клин подъём, и теперь мне нужно провязать сантиметров, наверное, 10, и закрыть мысок. По задней панели носка будет также идти резинка 2х2, а по передней панели лицевая гладь. Носочек получается такой маленький, но на самом деле у меня на 36 размер, они вяжутся на мою ногу, и получается, они плотно, очень плотно прилегают к ноге. Я именно такие носочки хотела, чтобы они были тоненькие и плотно прилегали к ноге. Мне в этом году просто необходимо носить в обувь, потому что, ну, я так решила, что мне будет комфортно в этом году в зимнюю обувь надевать носочки тоненькие, а таких тоненьких носочков у меня нет. Когда я свяжу, а осталось совсем немного времени их довязать, я их с удовольствием буду носить в обувь, но это будет уже на следующий, в 20, уже будет в 25 году. Забыла, какой будет следующий год. Ну, вот такие у меня небольшие продвижения, но тем не менее они есть. Смотрю, девочек, они столько носков вяжут, такие молодцы, а я только одну пару, и вот, видите, пока на таком этапе. Я пойду дальше вязать, и даже не через секундочку, а через мгновение я вернусь к вам. Надеюсь, что я вернусь уже с готовыми носками. Итоговое включение, и у меня готовы носочки. Вот они, ура, ура, ура. Вот такие носочки у меня связались. Но так получилось, что, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я заболела, и у меня была возможность посидеть спокойно и их довязать. У меня, честно говоря, думала, что я вообще не успею до конца января связать носки. Но вот так вот случилось. И теперь у меня вот такие замечательные носочки будут лежать и ждать в декабре месяце, когда у нас будут отчеты. Хотела сегодня их надеть в сапоги, но вспомнила, что нам нужны носочки живые, и не будешь я показывать то, что я надеваю. Итак, я набрала 60 петель на спице 2,5, провязала 6 сантиметров резинку, поголенок, сколько я вязала, я не знаю, я не измеряла, не считала. Пяточка стронг, у меня по задней панели идет резинка 2х2, по передней лицевая гладь. Пяточка стронг, круглая, или французская, или подкова. И вся задняя часть шла до мыска резинкой 2х2. Когда я начала вывязывать мысок, я перешла на лицевую гладь. Вот такие малюсенькие носочки получились, но на самом деле они на 36 размер. Я их мерила, они мне нормальные, именно такие, которые мне нужны. В сапоги, чтобы сапог не болтался на ноге. Немножко они мне велики, поэтому я и решила, что я свяжу себе сапоги. Извините, носки такие тоненькие. У меня ушло на эту пару носков 46 граммов. Это 187 метров. Вот такие морозные узоры Байкала у меня получились. Ссылочки на всех девочек, на Галину организатора, на Ольгу соорганизатора, на всех спонсоров, на всех участниц будет под видео. Поэтому проходите, подписывайтесь, смотрите, пишите комментарии, а я пойду болеть дальше. Всем хороших выходных, до следующих встреч, всем пока-пока. Субтитры Субтитры